Их будни неразрывно связаны с опасностью и риском. Они олицетворяют справедливость и безопасность, обеспечивая спокойную жизнь нам и нашим близким. В эфире Дзержинского 102. Я ее ведущая Жанна Степанян. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Светлана Сухорукова. Оперативная информация далее. При государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей пытались перевести алкогольную продукцию для последующего сбыта. Сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ были задержаны 11 автомобилей, в которых находилось около 300 тысяч бутылок со спиртосодержащей продукцией, не маркированной акцизными и федеральными специальными марками, на сумму свыше 155 миллионов рублей. По решению Георгиевского городского суда, один из участников преступлений приговорен к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второму обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы условно, сроком на 3 года и штрафа в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. В городе Ессентуки сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в хищении чужого имущества. Установлено, что молодой человек с прилавка одного из торговых центров города похитил приставку для телевизора, после чего скрылся. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент преступления. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была получена информация о личности и местонахождении подозреваемого. Он был доставлен в отдел внутренних дел. По факту кражи отделением дознания возбуждено уголовное дело. В отношении 21-го летнего жителя города Пятигорска избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ноябре на территории Ставропольского края проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках профилактических мероприятий с сотрудниками полиции проводились обследования помещений, участков местности и транспортных средств. Автоинспекторами досмотрено 24 тысячи автомобилей. Всего из незаконного оборота изъято около 40 единиц оружия и боеприпасов, более 3000 патронов и около 4 килограммов бездымного пороха. Из гражданского оборота изъято около 300 единиц оружия. Так, например, в Невиномыске сотрудниками полиции по постановлению суда было произведено обследование квартиры 68-летнего местного жителя. В результате изъято свыше 100 патронов и около килограмма бездымного пороха. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконной переделки огнестрельного оружия. Ведется следствие. Два года строительства и вот он долгожданный день торжественного открытия. Полицейские Есентуков теперь обживаются в новых кабинетах городского отдела МВД. Поздравить коллег с новоселем приехал замминистра федерального ведомства Александр Махонов, начальник главного управления МВД России по Старополию Александр Олдак, а также руководители правоохранительных структур, органов власти и общественных советов. Это действительно большая заслуга ваших руководителей в том, что такие возможности и такие объекты появляются. Я от всей души надеюсь, что те условия, которые для вас будут созданы, позволят вам действительно реализовать те слова присяги, которые вы однажды произнесли, и позволят действительно обеспечить правопорядок и безопасность на территории данного непростого, но очень важного региона нашей страны. После традиционной процедуры перерезания ленты генерал-интенант Александр Олдак вручил руководителю отдела МВД России по городу Есентуки Петру Ушкалову символический ключ от нового здания отдела. Для вас, уважаемые коллеги, созданы все условия. Остается достойно трудиться, достойно работать. Я в этом не сомневаюсь, просто уверен, что вы докажете, что своя стоятельность и безопасность в городе Есентуки будет кратно выше, чем была до дня сегодняшнего. Поздравляю вас, уважаемые сотрудники отдела водопогородных чиндоков. Новое семиэтажное помещение и прилегающие территории оборудованы всем необходимым. В основном здании площадью 6 тысяч квадратных метров 120 кабинетов для 140 сотрудников. Здесь же расположена дежурная часть, зал оперативных совещаний, музей истории Синтукской полиции, который является одной из главных достопримечательностей отдела. В нашем музее представлена милицейская тематика. Это в этой части находится музей. В той части музея у нас находится военная тематика времен Великой Отечественной войны. И также у нас представлен стенд сотрудниками погибших при исполнении служебных обязанностей, чьими именами названы улицы города Есентуки. Также отдел Есентукской полиции оснащен самым современным тиром, который на юге России не имеет аналогов. Здесь у нас проводятся занятия по огневой подготовке. Данное помещение имеет пять направлений для стрельбы. Хотелось бы отметить, что установки, которые были привезены к нам из Казани, называются монорельсовые мишеные установки. Это новинка у нас на юге. На специальном планшете выбирается упражнение, и после пуска начинают работать направления для стрельбы. Мишени отъехали. Теперь мишени разворачиваются. Проходит отсчет времени. Мишени поворачиваются, начинается стрельба. На данное упражнение отводится 10 секунд. 10 секунд сотрудники стреляют. Мишени отворачиваются и приезжают. Для того, чтобы все знакомились со своими результатами стрельбы. На территории отдела полиции имеется и многофункциональный спортивный зал площадью около 600 квадратных метров. Здесь можно заниматься не только игровыми видами спорта, такими как волейбол, баскетбол, теннис, но и отрабатывать приемы самбо и рукопашного боя. Мы можем также устраивать здесь и соревнования между подразделениями отдела МВД России по городу Ситки, по волейболу, например. По настольному теннису также можем устраивать соревнования. Помимо этого в данном зале будут приниматься и зачеты у сотрудников полиции, которые задаются ежегодно в конце года. Благополучно переехали в новое здание и кинологи. На службе в отделении три немецкие овчарки, на счету каждой из которых помощь в десятках раскрытых преступлений. В группе кинологической службы на данный момент на балансе отдела МВД России стоит три служебных собаки. Это собака, которая работает по общеразыскному профилю. Это все тяжкие, особо тяжкие преступления приходятся на долю именно этой собаки. Также собака по взрывчатым вещественным взрывным устройствам и собака для конвоирования заключенных в УВС. Еще одной достопримечательностью является комната психологической разгрузки. Здесь находятся различные аппараты, с помощью которых можно диагностировать эмоциональное и физиологическое состояние организма, а также приборы, позволяющие снять стресс в конце рабочего дня. Это психокоррекционный аппарат под названием ОПЕК. Я выбрала для вас зеленый цвет. Он повышает работоспособность и снимает напряжение. Давайте попробуем. Давайте с удовольствием. Зеленый цвет, включаясь с определенной частотой, воздействует непосредственно на глаза и на мозг и нормализует эмоциональное состояние. В целом этот кабинет предназначен для снижения общей стрессовой нагрузки полицейских. При нашем режиме, при нашем ритме работы, конечно, для сотрудников это, если не в первую очередь, то во вторую. Это очень необходимо, это действительно нужно каждому. Помимо современной аппаратуры в кабинете психологической разгрузки в здании отдела полиции расслабиться можно и просто глядя на стену. Панорамную стену с красивейшим видом на синтуки и горы. В целом же в новом здании отдела МВД города-курорта созданы все условия для качественной работы и решения задач, которые перед ними стоят. В этом году вопросы противодействия коррупции остались наиболее приоритетными на Ставрополье. К этому мнению пришли представители правоохранительных органов, которые собрались за круглым столом в краевом главке. Только за 9 месяцев прокуратурой выявлено более 4 тысяч нарушений закона. Управлением по экономической безопасности за 11 месяцев этого года выявлено более 350 коррупционных преступлений. А представитель Следственного комитета края сообщил, что коррупционных преступлений в этом году стало меньше на 12,5%, чем в прошлом, но зато выросло количество взяток. 276 в этом году против 246 в прошлом. Наиболее подвержены криминальным посягательствам сфера закупок товаров, работ, услуг по обеспечению государственных и муниципальных нужд, в том числе и жилищных, а также строительство, содержание автомобильных дорог, здравоохранение, образование, наука и культура. Коллеги, вдумайтесь. Здравоохранение, образование. Как? Это наше будущее, будущее всех нас. Отсюда следует логический вывод. Коррупция – это внутренний враг. Мы должны его победить вместе. Около 230 пьяных водителей за неделю, среди них 12 повторно. Таковы результаты работы по выявлению севших за руль под шофе, который провела Старопольская госавтоинспекция. Автомобилистов в нетрезвом состоянии за рулем искали и днем, и ночью. Среди попавшихся – в основном жители крупных городов – Ставрополя и курортов Кавказских минеральных вод. Работа по выявлению в транспортном потоке водителей в нетрезвом состоянии является одной из приоритетных для Ставропольской госавтоинспекции. Операция «нетрезвый водитель» проводится в рамках массированных отработок в каждом районе и городе не менее чем раз в неделю. Работа по пресечению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, территориальными и строевыми подразделениями госавтоинспекции Ставропольского края проводится в ежедневном режиме, ежесуточном режиме. Независимо от будних или выходных дней, работа эта является постоянной и не прекращается ни на один день. Только за 10 месяцев текущего года сотрудниками полиции было выявлено более 10 тысяч нетрезвых водителей. Совершено около 250 ДТП, в которых пострадало более 300 человек и более 70 погибло. Возбуждено порядка 900 уголовных дел. За повторное вождение в пьяном виде лишены свободы около 40 человек. В сравнении с прошлым годом цифры немного меньше, но такие же страшные. И опускать руки здесь ни в коем случае нельзя. Мы часто сталкиваемся с опасными ситуациями. В соседнем дворе угнали машину. На друга, знакомого напали с целью ограбления. Мы слушаем сводки происшествий и каждый день надеемся, что с нами такого не случится. Но что, если вам или вашим близким грозит опасность? Как правильно вести себя? Что делать, чтобы спасти не только свое имущество, но и свою жизнь? Какой стратегии придерживаться, чтобы минимизировать потери или вовсе их избежать? Рубрика «Самооборона» подскажет, как вести себя в сложных ситуациях. Здравствуйте, Жанна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас ситуативно-ролевой тренинг по теме «Девушка на улице. Попытка завладения ее сумочкой». Итак, если молодой человек явно не намеревается вам помочь донести сумочку, а пытается ей завладеть, то поэтапно мы можем несколько технических действий вам продемонстрировать. Попытка захвата за сумочку спереди. Первое. Убрать плечо с видней атаки. Чтобы не допустить ошибки, необходимо не отбивать руку, а ее контролировать. То есть снимаем с плеча, уводим плечо, снимаем с плеча и продергиваем внутрь. Первое техническое действие. Второе. Перехватываем руки на руку и протягиваем его спиной к себе. Третье. Упираемся ему в подбородок предплечьем и упираемся второй рукой ему в таз. И четвертое техническое действие. Делаем опрокидывание противника с добиванием. Недоброжелатель пытается сорвать сумочку сзади. Первое. Зафиксировать ее на плече. И второе. Уйти с линии атаки. С перехватом руки. Дальше. Мы легким движением ноги отправляем к травматологу своего оппонента с переломом коленного сустава и добавляем ему перелом нижней челюсти. И переводим на рычаг лоткя. Дальше. Чтобы порадовать травматолога, мы добавляем перелом противого сустава. Помните, данные уроки не являются панацеей вашей безопасности. Идите в спортивные залы, занимайтесь самбо, ведите здоровый образ жизни. До свидания. На сегодня у меня все. С вами была Жанна Степанян и программа Дзержинского 102. Соблюдайте законы, берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова